У нас сегодня воскресная школа, и я всех вас, детки, мальчики и девочки, очень рад приветствовать у ваших экранов, где вы сегодня слушаете наш класс. Прежде всего, мы познакомимся, кто меня еще не знает, не помнит. Меня зовут дядя Толя, и я вместе всегда был в нашей церкви. И мы, я думаю, помним друг друга. Сегодня я как раз буду вам рассказывать о Библии. Мы сегодня будем говорить с вами о нас с вами, о нашей жизни и то, что нам нужно делать в нашей жизни. Поэтому давайте мы внимательно будем слушать все то, о чем мы будем читать из Библии. Но прежде всего, как всегда мы это делаем, мы сейчас помолимся. Давайте встанем на наши ножки, сложим наши ручки, закроем глазки и обратимся в нашей молитве к Господу, чтобы Он нас благословил. Молимся. Господь наш, мы благодарны Тебе за Твую великую любовь к нам, за то, что сегодня мы можем вместе с нашими детками рассуждать о Твоем Святом Слове. Благослови нас, благослови детские сердца, чтобы они были открыты понимать всю ту истину, о которой мы будем сегодня говорить. Благослови нас в этом и помоги нам всегда следовать за Тобою. А мы благодарим Тебя, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Пожалуйста, детки, вы присаживайтесь удобно. И мы, конечно, вспомним, а что же прошлые разы было у нас, какие темы были в воскресной школе. Запомнили вы или нет? Мне очень интересно. Если не запомнили, у нас сегодня есть воскресная школа. Вместе здесь на сцене со мной детки некоторые есть, мальчики и девочки. И я их сейчас спрошу то, о чем они запомнили. Кристина, ты помнишь, какие были уроки? О чем ты запомнила? Я запомнила о сотворении мира. О сотворении мира. Вы помните, детки, у нас был такой класс, урок, когда нам рассказывали, как Бог сотворил землю, Бог сотворил солнце, луну, звезды. И все, что мы видим, деревья, луга, поля, лесы. Мы видим очень много воды вокруг нас. Мы любим отдыхать там. Мы помним это, правда ж? Нам рассказывали о том, что Бог даже сотворил и нас с вами, человека. И человека первого было звать Адам и Ева. Мы помним это. Давайте мы еще спросим, а о чем же еще говорили нам наши учителя в прошлые разы в воскресной школе? Рувим, ты помнишь? Я помню послушание. О послушании. Очень важный был урок о том, как мы должны быть послушны дома нашим родителям, помогать то, о чем они нам говорят, чтобы нам быть послушными и добрыми. Это очень важный урок. Помоги нам, Господь, так поступать. Бриана, а ты помнишь еще, какой был еще урок у нас? Они разговаривали про Матерс Дей. Правильно. Бриана запомнила, что мы говорили здесь о наших мамах. О наших мамах. Матерс Дей был прошлую субботу. И мы говорили здесь о том, как важно уважать наших мам. Как важно их почитать. Мы помним историю Наимине и Руфи, как они ценили друг другом, как они уважали друг друга, любили друг друга. И Бог их благословил. А сейчас давайте мы послушаем песню. Дверку в сердце я открою, дам Христу войти. Мое сердце он святою кровью осветит. Мое сердце он святою кровью осветит. Дверку в сердце я открою, Иисус войдет. Жизнь наполнится любовью, Сердце мир найдет. Жизнь наполнится любовью, Сердце мир найдет. Дверку в сердце я открою, Иисус войдет. Дверку в сердце я открою, Иисус войдет. И меня своей тропою ты всю жизнь веди. Иисус войдет. Очень прекрасно, детки, что вы запомнили то, что вам преподавалось в прошлые разы. Сегодня мы тоже будем говорить очень важные вещи о том, как нам следовать за Иисусом Христом. И я хочу написать сегодня тему нашего класса воскресной школы, чтобы вы запомнили. Тема нашего урока сегодня – «Иди за Христом». Это очень важно, чтобы мы это запомнили. И прежде чем мы будем говорить о нашей теме, у меня вот здесь на столе есть всякие подарочки. И я попрошу нашу воскресную школу наших деток, мальчиков и девочек прийти и выбрать то, что им нравится, то, что им нужно. Пожалуйста, Бриана, подходите. Вставайте, подходите по очереди. Берите то, что вам нравится на столе. Становись вот сюда. Рувим, пожалуйста, Богдан, подходите. Берите, берите, что вам нравится. Ой, далеко лежит. Все, садитесь. Садитесь, пожалуйста. Интересно. Каждый выбрал то, что им понравилось. Интересно, почему они выбрали именно ту вещь, которую они взяли? Давайте мы их спросим. Бриана, почему ты выбрала карандаши? Потому что мне нравится рисовать. Вот в чем секрет. Бриане нравится рисовать. Она любит рисовать. А Кристина, почему ты взяла пазл? Потому что я люблю делать это. Она любит слаживать пазл. Вот в чем. Она тоже ей понравилась. Она любит это дело. А вот Рувим, а ты, я вижу, взял такую интересную вещь. Почему ты взял? Чтоб папе помогать машину строить. Вау! Вы слышали, детки? Рувим взял отвертки. Когда машина у папы поломается, он будет помогать им. Ему ремонтировать машину. Молодец. А ты, Богдан, почему ты взял эту штуку? Чтобы поливать маме огород. Вау! Вы видите? Какие хорошие у нас мальчики. Богдан взял поливалку, чтобы помогать маме поливать помидорки, огурцы, огород поливать. Вот. Они очень хорошие вещи взяли. И это очень удивительно. Вы знаете, прекрасно. Каждый взял то, что ему понравилось. Каждый взял ту вещь, которую он будет что-то делать с ней. И поэтому мы сегодня тоже прочитаем из Библии об Иисусе Христе, который тоже что-то выбирал в жизни. И выбирал очень интересно. Давайте мы прочитаем Евангелие Матфея. Два места мы прочитаем. Первое место из четвертой главы Евангелия Матфея, восемнадцатый, девятнадцатый и двадцатый стишок. Слушай, им так написано. Проходя же близ моря Галилейского, это Иисус Христос проходил, он увидел двух братьев Симона, называемого Петром, и Андрея, брата его, закидывающих сети в море, ибо они были рыболовы. И говорит им, идите за мною. И они тотчас, оставивши сети, последовали за ним. Вот так Иисус Христос выбрал двоих учеников. Очень интересно. Я удивляюсь всегда, говорит, пришел человек, говорит, идите за мною. Они оставили все, сети, рыбу, все, что у них было. И написано, пошли за Иисусом Христом. А вот еще одна история. Их очень много в Библии, этих историй. Вот еще одна, девятая глава, девятый стих. Проходя оттуда, Иисус увидел человека, сидящего у сбора пошлин по имени Матфея. И говорит ему, следуй за мною. И он встал и последовал за ним. Вы знаете, Иисус Христос выбрал очень много учеников. Двенадцать апостолов было у него. И много-много учеников. И вот эти ученики были выбраны Иисусом Христом, потому что они понравились Ему. Он полюбил их. Как наши детки выбирали вот здесь те вещи, которые им понравились, только точно так же само Иисус Христос выбрал учеников своих, потому что Он полюбил их, потому что они были Ему нужны. Не просто так, но Христос имел определенный план. И вот смотрите, эти ученики оставили все и последовали за Иисусом Христом. А как вы думаете, сегодня в наше время, когда уже прошло больше двух тысяч лет, когда Христос выбирал учеников, Христос выбирает сегодня учеников или нет? Как вы думаете? А я думаю, выбирает. А знаете почему? А потому что, если мы ходим в собрание, если мы молимся Ему, если мы поем Ему псалмы, то это говорится о том, что Бог выбрал нас, чтобы мы были тоже Его учениками. И если это так, если Бог выбрал нас, чтобы мы, как у нас тема «идти за Христом», чтобы мы следовали за Ним, то у Бога Иисуса Христа есть очень интересный план для нас. И об этом мы тоже сегодня поговорим. Но давайте сейчас мы прочитаем основной наш стих, который нам нужно будет выучить наизусть. Это стих нашего сегодняшнего урока. Он записан в Евангелии Иоанна с 15 главы и 16 стих. И я сейчас напишу его на доске, чтобы мы лучше его запомнили и повторяли потом со мной. Итак, этот стих звучит так. «Я» – это Иисус Христос говорит о себе. «Я вас, нас с вами, избрал, чтобы вы шли и приносили плод». Давайте мы все вместе сейчас с нашей воскресной школой повторим этот стих. Три, четыре. «Я вас избрал, чтобы вы шли и приносили плод». Давайте еще раз. «Я вас избрал, чтобы вы шли и приносили плод». Удивительно, интересно, да? Этот стих понятен для вас или нет? А мне кажется, что здесь есть что-то такое, что может быть непонятно для нас. Давайте мы проанализируем. Иисус Христос избирает нас, о чем мы говорили. Он выбрал нас из этого мира. Потом, чтобы мы шли, куда шли? Шли за Иисусом Христом. У нас тема урока – «Идти за Христом». «И впоследствии и приносили плод». А что ж такое плод? Какой плод мы можем принести Господу Иисусу Христу? Интересно, как вы думаете, детки, какой плод мы можем принести? Давайте сейчас мы посмотрим некоторые видео, чтобы нам более было понятно о том, какой плод мы можем принести. «Без мамы я бы не узнала всю правду о Христе». «Не найдешь степлее руки». Оказывается, Плод, который мы можем принести Господу Иисусу Христу, это то, что мы можем делать, делать для Него. Может быть, где-то в церкви или дома у нас лежит какой-то мусор, бумажка, мы можем поднять ее и положить в гарбичку. Мы можем пыль протереть, маме помочь или в церкви вытереть зеркала, вытереть подоконники. Мы можем попылесосить, мы можем дежурить, помогать нашим взрослым на парковке. Мы можем просто стоять на дверях и приветствовать тех, которые приходят в церковь и говорить простые слова. Бог вас любит, я приветствую вас, я очень рад, что вы пришли сегодня в собрание. Мы можем петь в хоре церковном, мы можем рассказывать стихотворения, мы можем рассказать об Иисусе Христе нашим соседям. Мы можем рассказать об Иисусе Христе в школе нашим друзьям, подругам. И это все как раз есть тот плод, который очень нравится Иисусу Христу. А теперь мы понимаем, почему же Бог нас избрал из этого мира, из множества-множества людей и сказал, чтобы мы шли за Ним и приносили плод. Бог хочет, чтобы мы следовали за Ним и шли тем путем, каким и шел Иисус Христос. А наш Христос, Господь, Он показал нам прекрасный пример. Он любил окружающих людей, Он им рассказывал о Господе, Он исцелял больных, Он восстанавливал тех, которые хромые были, Он исцелял даже мертвых. Иисус Христос много-много делал добра. Почему? Для того, чтобы нам показать пример, чтобы и мы шли по Его следам, чтобы мы шли за Иисусом Христом. Пусть Бог нас в этом благословит и поможет нам, чтобы каждый из нас, так как мы избраны Богом идти за Ним и приносить плод, делали эту работу. А сейчас, при заключении нашего урока, я хочу еще спросить наших деток, чтобы они показали некоторые картинки. И по этим картинкам, которые они нарисовали, мы сделаем заключение то, о чем мы сегодня с вами говорили. Пожалуйста, Кристина, покажи, что у тебя есть в руках, что ты нарисовали. О, здесь написано любовь, по-английски love. Здесь написано любовь. Вы знаете, это говорит о том, что Господь наш полюбил нас. Полюбил нас. И очень сильно в Библии написано, что Бог возлюбил весь мир, что отдал Сына Своего Единородного, чтобы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Вот это любовь, это сильная любовь. И Бог возлюбил нас. А у тебя, Рувим, что есть? Покажи. Вау! Красиво подними вот листочек. Здесь изображен Иисус Христос на кресте. Оказывается, что Бог нас так полюбил, что Христос умер за нас. Бог заплатил нас за нас. Огромную цену Он отдал Свою жизнь за нас, чтобы мы имели спасение. А Богдан, покажи, что у тебя нарисовано? Вау! Вы видите, здесь нарисована земля и много-много людей, которые на земле. И вот видно, мальчики и девочка стоят, которых Бог избрал. Из множества людей Бог выбрал, протянул руку свою и говорит, иди за мной, трудись для меня, иди за мной. И мы с вами как раз попали в это число. Бог нас избрал. А Бриана, покажи, что у тебя есть? Вау! А у Брианы, смотрите, она нарисовала целый кувшин, целую вазу плодов. И здесь я смотрю и бананы, и помидоры, и огурцы, и виноград, и персики, и все, и даже цветы. Все, что только возможно. А мы говорили с вами, что означают эти плоды, правда же? Это то, что мы трудимся для нашего Господа. Что мы делаем в церкви, что мы делаем нашим друзьям, даже врагам, когда мы даже за них молимся, благословляем их. Это и есть те плоды, которые призвал нас Господь следовать за ним и делать эту работу. И сейчас, при заключении нашего урока, я еще один раз хочу вместе с вами повторить наш стих основной. «Я вас избрал, чтобы вы шли и приносили плод». Благослови вас Господь, так жить и так поступать, следовать за Иисусом Христом и приносить Ему плод. При заключении нашего урока давайте мы помолимся. Господь, мы благодарны Тебе, что Ты помог нам сегодня услышать очень важную истину, которую Ты преподал для нас. Ты избрал нас из этого мира, из множества людей, для того, чтобы мы следовали за Тобою и приносили Тебе плод. Научи нас и помоги нам трудиться для Тебя, для Твоего Царства, чтобы нам исполнить волю Твою. За все мы Тебе благодарны, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насушный, подавай нам на каждый день и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас во искушение, но избав нас от лукавого, ибо Твое есть Царство и сила и слава вовеки. Аминь. А сейчас мы еще послушаем песню и благослови вас Господь с миром Божьим. Пусть Бог поможет вам и мне исполнять то, для чего призвал нас Господь. До следующей встречи. Что такое доброе дело значит? Это значит ближнему помогать. Щедрыми нас учат быть страницы писания, Все, что все в жизни будешь пожинать. Делая добро, да не унывая, Делая добро, свое время пожнем. Знай, что если ближнему помогаем, Иисус все видит и воздаст потом. Ближний может выйти сидящий у дороги, Ближний может быть твой брат или сестра, Это и сосед, и одноклассник в школе, Пусть себе увидит ближний свет Христа. Делая добро, да не унывая, Делая добро, свое время пожнем. Знай, что если ближнему помогаем, Иисус все видит и воздаст потом. Если посетил больного в палате, Если посетил старушку-старичка, Словом ободрил или помог руками, Знай, что это сделано все для Христа. Делая добро, да не унывая, Делая добро, свое время пожнем. Знай, что если ближнему помогаем, Иисус все видит и воздаст потом. Делая добро, да не унывая, Делая добро, свое время пожнем. Знай, что если ближнему помогаем, Иисус все видит и воздаст потом. Делая добро, не труби пред собою, Делая добро, не хвали с тобой. Главное, Иисус, что был доволен тобою, Делай все от сердца племь небесным отцом. Делая добро, да не унывая, Делая добро, свое время пожнем. Знай, что если ближнему помогаем, Иисус все видит и воздаст потом. Делая добро, да не унывая, Делая добро, свое время пожнем. Знай, что если ближнему помогаем, Иисус все видит и воздаст потом. Редактор субтитров А.Семкин